Виктор Дементьев 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 за свои деньги, и у нас это уже вошло в тенденцию какую-то. Мы особо не ходили, не просили. Но вообще это, я так считаю, ненормально, когда команду, которую представляет наш регион на более крупном турнире, на следующем тайп баскетбольном, никак не финансируется. Может быть, если это любительская баскетбольная лига, может быть, там прописать какую-то финансовую статью, чтобы каждая команда вкладывала какие-то деньги, чтобы в итоге они шли именно на выход в ЦФО. Как пример, опять же. Есть регионы, где в регламенте прописан такой вариант, как ты сказал, что команды, которые делают взнос, изначально в взнос заложена небольшая сумма, которая в итоге идет победителю на поездку. Но, как мне кажется, это возможно в сильном чемпионате, где много команд претендует на итоговую победу. Если чемпионат относительно слабый, как у нас, ну, даже слабый скорее, где только две-три команды претендует в итоге на победу, и другие команды, им изначально это неинтересно. То есть, они понимают, что они не имеют шансов. То есть, это вот сложный вопрос. То есть, для нашего чемпионата, пока эта модель, она не сработает просто, да? Нужна какая-то помощь. Она не сработает, да. Тут говорить о деньгах на самом деле на поездку смешно. Деньги-то очень небольшие. Поездка всей команды там обошлась вместе с проживанием, питанием, взносом и там в 50-60 тысяч рублей. То есть, это, ну, совершенно смешные деньги, по моему мнению. Проблема есть в плохом поддержании, начиная с детской федерации баскетбола, министерством спорта. То есть, в апреле месяце я был на собрании с представителем Министерства спорта Калужской области, где поднимался вопрос о финансировании чемпионата среди муниципальных образований по баскетболу Калужской области. Это мужского, женского, и там еще три группы существуют, да? И детского, детского спорта. На этот сезон федерации был составлен бюджет на все соревнования. Это мальчики, девочки, 10 возрастов. Плюс поездки на ЦФО этих детских команд. Порядка двух миллионов рублей на все. Было выделено только 400 тысяч. Причем эти 400 тысяч на момент собрания в апреле выделены фактически не были. То есть, все чемпионаты областные были проведены, под честное слово, то есть, судьи... Потом только, да, оплачиваются? Да, да, да. То есть, потом оплачиваются. То есть, если подводить итоги, пока вот эта структура не поменяется, да, ну, баскетбол как не развивался, да, в нашей области, он будет в каком-то определенном застое, и мы никогда не получим пока команду, которая может выступить на ЦФО, дальше поехать на Россию, и там, если помечтать, что-то выиграть. Да, совершенно верно. Потому что в данном случае любительский чемпионат МЛБЛ и его чемпион, это как бы вот вершина айсберга. Вершина айсберга, под которой стоит детский баскетбол весь. И детский баскетбол не может нормально развиваться, так как недостаточно финансирования, и тот формат чемпионата, который в данный момент в области проводится, он совершенно недостаточен для того, чтобы игроки развивались в игровом плане, индивидуальном. И, естественно, мы не можем конкурировать с такими городами на ЦФО, как Воронеж, Ярославль, ну, и там, даже Тула. Ну, города, в которых исторически, во-первых, они больше, даже то же самое Калуги, а уж тем более в 10 раз больше, чем Огнинс тот же, да? А во-вторых, там на город по 2-3 школы, и, насколько мне известно, и в Ярославле, и в Воронеже проходят очень сильные детские чемпионаты по нескольким возрастам. Естественно, потом это все трансформируется в то, что топовые команды любительских лиг данных регионов очень сильные. Это только государство помогает? Или есть какая-то спонсорская поддержка? Может, с этим тоже, да, наверное, пока еще, как понимаю, тоже сложно. Спонсоры потихоньку приходят, даже тоже MLBL, но... Мы сейчас говорим о детском чемпионате, а о взрослом. Да, и о детском можно, и о взрослом, в принципе. Ну, опять же, во всех регионах по-разному. Есть регионы, мы вот общаемся с руководителями MLBL разных регионов, есть регионы, где очень сильная поддержка государства, местных министерств спорта. Это, как правило, регионы, в которых есть профессиональные клубы, там, Саратов, Самара, там очень давно очень сильные позиции у баскетбола. Там все понятно. Там не нужно, наверное, каких-то дополнительных спонсорских поддержек. Есть регионы, где местный бизнес активно подключается к поддержке, да. Если так взять общую сумму, то она совершенно небольшая, честно говоря, для поддержания, для развития баскетбола детского. Поэтому вот без этой поддержки не будет никакого развития. Окей, если завтра к вам приходят и говорят, что финансирование будет, это сделают, ты можешь, да, дать какое-то свое слово и федерации баскетбола, то, что там за какой-то определенный промежуток времени, я не знаю, год, два, три, уровень баскетбола в Куршской области поднимется намного выше и будет какой-то определенный результат. Если говорить о развитии детей, то два-три года, естественно, мало. Ну, это говорить нужно там о пяти-шести годах. То есть это там, если в девять-десять лет ребят начинают, то к шестнадцати годам что-то получится, если они попадут в другую структуру, в другую систему проведения чемпионатов, в другое количество игр, чтобы у них росло спортивное мастерство. Поэтому срок более длительный. Но в данном случае, если будут деньги, будут финансирования, можно говорить о новом качестве проведения соревнований и о большем количестве игр для детей. Соответственно, это, естественно, со временем трансформируется в развитие. Сейчас по госпрограмме построены во многих городах Калужской области маленьких фоки. Площадки, ну, отличные для проведения соревнований и тренировочного процесса. То есть проблема явно не всегда в отсутствии площадки. Проблема в том, что нет качественной организации именно соревновательного процесса. То есть нет того количества турниров, которые необходимы для того, чтобы молодые игроки играли в большом количестве матчей в течение года. Потому что игры зачастую важнее в какой-то момент, чем просто тренироваться. Сейчас самое главное удивить им они организации. Есть на следующий год, на самом деле, у меня идея запустить проект. Это совместно с MLBL Москва. Они хотят в нескольких регионах запустить пилотный проект MLBL дети приблизительно по такому же формату, как взрослый MLBL. За счет спонсоров, за счет личных взносов каких-то. MLBL с этого года, РФБ подписан, при организации это MLBL официально признанно. Кирилленко подписал официальный документ, и теперь со следующего года все чемпионаты MLBL будут включены в официальный календарь российских соревнований. Собственно говоря, такое же хотят приблизительно сделать и с MLBL дети. Это опять же уже намного серьезнее, намного глобальное. Да, есть детские турниры, есть чемпионаты, опять же, среди городов, есть Кэсбаскет, очень неплохой турнир. Ну, например, у того же Кэсбаскета есть небольшой минус, скажем так, вот если брать Обнинск, я тренирую в городе Обнинске, у меня ребята из команды 2001-2002 года разбросаны по всем школам. И собрать единую команду очень сложно. А в Кэсбаскете это очень хороший турнир, очень хорошо организованный, он захватывает все регионы России. Но он играет в школу. Да, играет в школу. И если брать, допустим, то же самое Товарково или Жуково, или там какие-то Майя Балабанова, они находятся в более выгодном положении. Чем меньше школ, тем больше вероятность того, что все игроки собраны в одной школе. Вот. И МЛБЛ-Дети как раз-таки есть задумка, чтобы игроки играли как в виде сборной города. То есть в этом случае тренеры Калуги смогут сделать одну-две своих команд. Боеспособные. Боеспособные, да. Там Обнинска и так далее. Последний вопрос. В этом сезоне, как я понимаю, один из последних турниров именно по большому баскетболу. Это турниры муниципальных образований, где Обнинск вышел в финал. Вы опять же встречались в полфинале с Калугией. За счет чего удалось победить? Ну, во-первых, перед тем, как поехать на ЦФО, мы с ребятами договорились, что все-таки постараемся более качественно подготовиться к турниру. Специально для турнира провели на протяжении трех-четырех недель такой более серьезный тренировочный процесс. Ну и плюс Калуга, конечно, выступал не в оптимальном составе. Очень много школьников. Сейчас фактически, насколько я заметил, руководил игрой больше Сергей Карпунь, который сейчас начинает активно заниматься детьми уже там второй год. И было очевидно, что они под ключом идут веки на омоложение команды. Было очень много школьников, наверное, три-четыре-пять школьников было. Естественно, им сложно переключиться сразу на мужской баскетбол, это совершенно другие. Я даже не про скорости говорю, скорее всего, скорость-то они нас, может, и обыгрывают. А вот скорость мыслительного образа... Да, другая игра, это другая физика, другая скорость мыслительного процесса. И вектор очень правильный. То есть, если мы, другие команды, я говорю, я, наверное, больше заобница говорю, не подхватим этот вектор, то там через год-два я думаю, что они нас будут уже легко обыгрывать, ну или, по крайней мере, это будет не как сейчас. Финал против Товаркова. Победа или нет? И как настраиваетесь? Такая агрессивная команда, агрессивно борются за мяч, идут на подбор, поэтому легко не будет. Но, думаю, должны выиграть, потому что у нас есть мое личное обещание нашему обминскому спорткомитету в этом году победить, потому что мы первый год за много лет начали с ними, скажем так, новое сотрудничество, договорились о том, что спорткомитет будет поддерживать баскетбол в городе, чем может. А мы, собственно говоря, должны давать результат. Давать результат, да. Я надеюсь, что у вас получится, но я пока не буду загадывать. Пусть лучше скажут, что давай победить сильнейший. Надеюсь, что это, может быть, будет и обминск. Спасибо, что пришел к нам в студию. Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся. Ну, а с вами была передача «Вне игры». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова